достойное решение. Орел уже не раз участвует в благотворительности. В том году он ездил в Африку, помогал больным и бедным детям, а также дал средства на восстановление разрушенной школы. Об этом он сообщал в Инстаграме у себя. Дастин же ремонтирует фильтры для воды, чтобы дети пили чистую воду и чувствовали себя хорошо, и радовались жизни дальше. Отмечу также, что в благотворительность также инвестировал и Конор Макгрегор, и ЖСП, и Джон Джонс. Так что эти ребята как минимум заслуживают уважения, хотя бы по этим причинам. У них не просто хорошая борьба или ударка, у них доброе сердце, и это главное. И давайте к следующей новости. А сейчас, друзья, я покажу вам и расскажу о взаимоотношениях между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и легендой ММА Джорджем Сен-Пьером. Как все мы уже знаем, что Хабиб мечтает улучшить свое наследие, вписать победу над этим парнем на ДжСП. После победы над Дастином Орел заявил, Жорж Сен-Пьер, отличный парень, великий чемпион, великий спортсмен, он очень хороший пример для молодого поколения. Если он хочет вернуться, если он голоден до побед, если он чувствует, что он может улучшить свое наследие поединком со мной, а я, соответственно, свое, он может сделать это в весовой категории 70 килограмм. Я жду его. Может быть, ему нравится новый пояс, если он захочет, я могу ему дать его, чтобы сделать одну фотографию, но потом он должен вернуть мне этот пояс. Но если он хочет драться, то добро пожаловать, заявил Хабиб. Также совсем недавно по этому поводу высказался в интервью менеджер Али Абдалязис, и он сказал, что знает, что Хабиб мечтает подраться с Сен-Пьером, да и он сам мечтает увидеть это противостояние. И стоит только Хабибу попросить о том, чтобы он взялся за организацию боя, он тут же приложит все усилия и сделает этот матч. Я знаком с Жоржем уже лет 10 и знаю, что он тоже хочет сразиться с Хабибом. Да и вроде Дэйна Уайт тоже хочет, он грамотный бизнесмен и не упустит возможности сорвать огромный куш. Сам же Сен-Пьер в интервью рассказал, что ему интересно посмотреть поединок Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова, если такой официально будет утвержден. Сто процентов Тони Фергюсон заслуживает титульный поединок. Интересный бой предстоит, я его фанат, так что буду обязательно смотреть. Я не знаю, как пройдет поединок, все будет зависеть от того, кто именно сумеет навязать свой геймплан. Грязный бой с коленями и локтями, Тони это любит, а Хабиб любит контролировать соперников в партере, сложно предсказать. Слова же СП. Также экс-чемпион UFC дал свою оценку в рейтинге паунд-фо-паунд, Хабиб точно среди этих ребят, Джон Джонс тоже там, есть еще Генри Сихуде, думаю, его очень тяжело победить, сказал ЖСП. И не будем забывать Аманду Нунис, она лучшая женщина-боец в истории, произнес Сен-Пьер в интервью. Это вопрос субъективен по своей природе, например, в беге есть самый быстрый, потому что его бег измеряет секундомер, в пауэрлифтинге есть рекорд, он тоже объективен, а в определении лучшего паунд-фо-паунд бойца все субъективно и зависит от мнений публики. Вот такая тема, друзья, делитесь в комментариях, что думаете по этому поводу и с кем бы вы хотели увидеть Хабиба в следующем поединке, с неудержимым Эль Кукуем или с легендарным Сен-Пьером. Пока это все, до скорого! Сен-Пьером Сен-Пьером